всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня будет домашний влог у нас сегодня такое солнышко классная на улице погода просто весна 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 но я опять снова опять снова болею по-другому не скажешь опять заболела девочки вообще иммунитета нет никакого у меня короче в этом году я просто реально каждый месяц болею у меня или насморк или кашель или еще что нибудь в общем кошмар какой-то вчера я делала пост в инстаграме насчет того что я снова заболела и но сейчас сегодня более-менее уже вот и многие там не писали девочки что они принимают для укрепления иммунитета и в общем один комментарий мне там был по поводу витамина d сушки я почитала и действительно витамин d очень нужен для иммунитета в общем вчера сделала заказ сахерба заказался витамин d потому что я его почему-то вообще не принимаю хотя мне даже стоматолог говорил что до конца мая нужно обязательно принимать потому что у нас такой климат конечно нужно сдать анализы на витамин d и так далее вообще на все витамины но я что-то что-то да я еще сегодня с утра когда отвозила деток съедила получила заказ фаберлик заказала снова брюки моему примяшки потому что ему очень понравились джинсы которые ему прошлый раз заказывала и что-то я мода мы с ним по ватсап переписываемся я напишу игру давай тебе еще зеленого цвета цвета хаки для разнообразия ну давай ну вот в общем заказала сейчас покажу вам заказ и так из выберлик примяшку своему я взяла вот такие брюки тоже обычные они хлопковые да по составу давайте посмотрим так вот состав стопроцентный хлопок цвет хаки взяла основа сорок восьмой размер ему прошлые джинсы подошли очень хорошо черный это такие более классические брюки видите вот такие но тоже обычные прямые не тянутся у меня племяшки просто метр семьдесят семь я думаю мы подойдет отдам ему померят потом но я вижу что должны быть хорошо должны быть хорошо кармашки тут такие очень такие приятненькие и по цвету тоже классные на камера почти передает они немножко темнее чем выглядит сейчас на камеру в общем так как ему понравились для разнообразия вот такие зелененькие еще взяла а себе я снова взяла вот эти маечки девочки они не безумно понравились это стопроцентная вискоза вот так вот артикула я вам все подпишу внизу в инфобоксе я снова взяла в размере с почему потому что при носке они становятся то есть они не облегают тело они становятся вот вот что доктор прописал очень не нравится настолько они приятные настолько качественные у меня предыдущие было бежевая и красная такая маечка я взяла себе черную и белую очень мне нравятся они по качеству просто потрясающий стираю ношу вот их практически не снимаю очень нравится я и спала в них и под низ одевала в общем и впервые в мир у меня такие маечки вот такое кружево у них идет очень очень классные если вы заказываете faberlic я вам прям советую взять вот эти маечки нужно их брать размер в размер потому что при носке немножечко как бы под растягиваются и вот садятся прямо вот прям что доктор прописал когда они новые или только постиранные они прямо плотненько сидят то есть как бы в облипочку да а потом нормально и вот под низ под свитерочек какой-то или просто вот я дома ношу под кардиган очень мне нравятся классные маечки я потом наверное еще себе возьму что-то сейчас открыла пожалела что только 2 взяла она будет мне побольше набрать таких маек летом вообще будет нереально круто в них просто супер классные очень нравится советую ну это тут совсем чуть-чуть у меня еще бытовая химия первых вот этот каталог стать очень такой прямо весенний весенний каталог очень симпатичная обложка я имею ввиду вот ну тоже полистаю сейчас вот взяла снова освежитель воздуха вот этот водный спрей очень нравится вот это кстати очень такой нежно цветочный аромат вообще для весны супер мне нравится и также снова вот этот кондиционер очень мне нравится стирать с ним цветное белье свитерки всякие и тому подобное действительно ну на мой взгляд защищает волокна то есть вещи не скатываются но очень классный вот прям прям моя любимка взяла еще раз же взяла вот такой тонизирующий крем для ног но это там если ножки устали то мне кажется будет отлично мне и по вашему совету точнее одна моя подписчица мне написала к сожалению ник уже не помню вот она мне написала что он тоже попробуй фаберлики именно вот эту красную тушь с красным в футляре из красный вот такой вот как это называется бархатный бархатном чехольчики да в общем сейчас накрашусь вот и покажу вам как понравилось мне или нет но вообще для того чтобы понять тушь нравится ли нет на мой взгляд нужно ну как минимум неделю ей пользоваться чтобы понимать вообще осыпается отпечатывается она или нет вот такая у нее щеточка принципе довольно таки большая не знаю я принципе нормально попробую как раз ей накраситься так что вот такой вот у меня был заказик фаберлик небольшой но все все по делу что называется и артикулы я вам оставлю внизу над фабоксиком интересно переходите смотрите и вот кстати сегодня я нанесла вот эту тушь но я с утра получила я когда с утра еще и не накрашена и мне кстати вот но пока что она мне понравилась пока вроде не отпечаталась ничего вроде очень даже неплохо вот она немножко жидковата на мой взгляд вот но мне кажется неплохо в общем буду дальше и пробовать посмотрим как она себя будет вести вот ну а я сейчас хочу сварить суп хочу приготовить в общем настирать немножко переделать дела по дому потому что завтра хочу немножко отлежаться я думаю что еще болею потому что мне никогда не получается вылежаться хорошенечко да то есть пробыть дома проболеть пролежать и так далее потому что все равно дети нужно ездить забирать отвозить привозить и постоянно куда-то бегу еще у меня есть такая история что я чуть-чуть почувствовала себя хорошо и все я сразу куда-то мне надо бежать куда-то мне надо ломиться и так далее это вот у меня тоже такая есть история в общем и нужно будет готовить у меня еще девочки спрашивали по поводу кошки вот она ой слонышко такое вот наша кошка тоже сейчас детской комнате спит видите смотрите какие кайфово на солнышке вы посмотрите посмотрите какая красота просто кайфует на это кошка у нас такая ее зовут гуня сушки ей я сейчас вспоминала наверное лет 13 лет 13 но на старше вот кота отсвечивает сейчас солнышко девочки видите какой хорошая все тоже 6 он такая своенравная кошка на себе на уме вот единственное что чем она занимается это она ловит птиц и мышей на мышей сейчас что-то на последнее время не ловит она птиц ловит синичек так жалко их вообще вы себе не представляете но ей все равно она их ловит как бы придушивает и приносит на крыльцо вот и в общем да то есть частенько убираем нам такая она не особо она только моего мужа любит вот она когда муж там садится на диван она очень часто к нему коленочки приходит меня она не особо она меня знаете воспринимает как это холопа такого который дает еду то есть она не просто там мяукает знаете дайте мне покушать нет она просто будет сидеть и орать причем с таким знаете типа из серии ну-ка быстро пошла меня покормила вот примерно с такой серии да гуничка скажи чё пришла сюда я тут сплю на солнышке хочу пришла да скажи пристает вот так что вот она кошечка ты хорошая девочка вот такая ну ладно поспит не буду и мешать девочки сейчас вышла на улицу конец февраля да смотрите у меня эти первоцветы выросли ну я вышла для того чтобы получить хотя бы немножко витамина d я надеюсь на это в общем и меня пошли розы распускаться боже мой очень их жалко если будут морозы то они погибнут смотрите у меня обычно вот так вот только в начале мая а тут конец февраля и пошли розы не все конечно веточки я смотрю большинство начали распускаться это кошмар но первоцветы на первоцветы вот эти я не помню как они называются они-то ладно в общем у нас такое солнышко тут но вот эта роза кстати не распускаться я не накрывала в этом году розу вот она у меня так и стоит ну смысла нет морозов то нет а вот это вот у нас меньше всего от ветра защищена точнее больше всего защищена вот она видите начала распускаться вообще ужасно конечно что-то я переживать начала за нее на красного цвета у меня вот эта розочка в общем ужасе вот солнышко но ветер из-за ветра конечно холодно холодно пойду домой сейчас все девочки тут намола свои кисточки на самом деле я так редко стала мыть кисти вот с каждым разом все реже и реже я тональная основа сейчас наношу вот этой кисточкой бобби браун правда с а херба заказала от реал техник вот у меня кисти от реал техник очень они нравятся вот эти вот это вот это я для румяшек использую очень классно вот эту для пудры очень нравится решила для тональной основы там одну заказала кисточку на пробу вот хотя вот это бобби браун мне нравится она такая небольшая вот и хорошо распределяет вот такая вот у меня видите вот ее мне помню давали в подарок я что-то покупала тональную основу консилер что-то такое и вроде бы или что-то на мне там с огромной скидкой обошла что-то в этом духе я уже честно не помню но в общем и целом я вам могу сказать что я кистью так редко мою что это вообще кошмар просто позор вот просто позорище вот кисточка я и распределяю консилер под глазками там ночью где нужно да это марка зоева или зоева в общем 112 видите я их мою 2-3 раза в неделю все остальные крайне редко вообще крайне редко мне позор сейчас намыла их пока тут у меня на кухне потом отнесу их туда наверх и вот так вот они мне обычно сохнут нас дома жарко поэтому высыхать достаточно быстро и вот эти кстати реал техник мне очень нравится кисточки еще тем что они очень быстро сохнут они хорошо отмываются и быстро сохнут хотя вот это вот у меня ведь порозовела со временем но использую их они мне уже очень давно классные кисточки так ну что я тут готовлю уже вовсю сварила сейчас два супчика почему два потому что я мне очень захотелось грибной супчик вот такой сварила из сушеных грибов которые мы собирали осенью сами в лесу с мужем и очень захотелось грибной суп прям вообще девочки это видимо из-за того что я болею захотелось делаю я его на курином бульоне с перловкой грибочки предварительно отварил так мелко режу единственно что я не особо сейчас чувствую соль сахар поэтому я даже не знаю насколько правильно я посолила или нет но я думаю если что муж до солит у меня нет мяса потому что мои мужчины этого не любят все все не любят когда в супчике есть мясо поэтому я его обычно вытаскиваю сейчас кстати варила на курином бульоне сейчас потушу но то что творилось мясо вместе с овощами будет очень вкусно вот им здесь я деткам сварила обычный супчик с верами ширкой вот такой загадила всю плиту как всегда обычный на курином бульоне тоже без мяса тоже не любят так что два супчик у меня уже есть вот эта кастрюлька у меня два литра вот эта кастрюлька 3 литра у меня так что на выходные как раз хватит я обычно варю где-то в субботу страну так как я себя не очень хорошо чувствую думаю пока я еще бодряком надо сварить суп вот еще сейчас сделала ну тут совсем чуть-чуть оливье шки вот у меня была картошка отваренная и не думаю ну что она лежит сделал оливье тем более мои мужчины и безумно любят вот им как раз хватит я спокойно отношусь к салата оливье бывает такое что тоже с удовольствием я извиняюсь у меня шум это я запустила уже стирку вот и сейчас буду готовить рыбку но я ее хочу как сказать порезать наверное порезу на стейке не буду целую запекать потому что целом и дети мне не едят рыбу вот такие вредные у меня все мне очень дома все вредные мужчины мои все трое вот и я хочу хвост на рыбный суп и и надо выпотрошить голову не знаю наверно собаки на суп и порезать на стейке и пожарить наверное два стыка сегодня на ужин а деткам я сейчас сделаю вот у меня индейка сделаю просто в панировке их вот обычно как наггетсы только домашние да просто в яички в сухарях обжарили с двух сторон до готовности все вот и кстати вчера рыба я совсем забыла вчера у меня муж ездил магазин ленты я вообще оставлю покажу что он купил вчера мне привез вот такая вот покупка получилась моему уже сейчас все покажу во-первых рыбка вот такая по 349 рублей форели он меня взял две штучки не знаю может быть засолим одну одну в основном в духовке я запекаю вот рыбку так дальше фарш здесь домашний говядина свинина по 244 рубля как раз кусочек коту отдам это он меня бедняга вот курочка и здесь всякое такое вот эти сосиски марка папа может и колбаса и сосиски очень сильно нравится по крайней мере моему мужу так точно поэтому советую вот такие снова взял он папироне вот этой вот марки это по финская марка насколько я помню они хотя написано изготовитель москва так что да вот очень понравились вот эти вот колбаски мужу моему поэтому он даже взял дальше здесь сыр и лентовский вот такой со вкусом по 365 рублей получается вот такой кусочек 653 грамма вот такой тоже российский моего основном для запекания берем 169 рублей также он вот как вот эти папироне взял вот такой салями пикантная тоже попробовать масло как обычно наша любимая вкусноте его я его разрезаю так пополам половинку мы едим половинка 2 у меня либо на выпечку куда-нибудь уходит либо просто в пакетик в морозилку кладу так дальше здесь немножко в общем вот эта штука я покупала перед новым годом у нас тогда были гости всем обалденно как понравилось вот это вот именно вот так вот бутылочка выглядит бальзам на рогах вот мужчины так которые были у нас гостях сказали так это вообще супер штучка это же не пьянки ради здоровья для да вот и очень муж у меня взял еще одну вот такую изготовитель великий устюк вот так что советую я кстати тоже пробовала очень вкусно получается такой ягодный такой ну очень вкусненький такой сладенький и кстати мужчинам тоже очень понравилось так что вот советую бутылочка такая симпатичная на на подарок даже можно у меня даже все спрашивали где я нашла такую бутылку вот так же лимонад он у меня взял черноголовка вот такой это из а лимонный просто лимонад молоко большая крошка и здесь йогурт и очень понравился нам кстати с мужем вот этот йогурт versa марки вот правда он взял вот такой с бананом только две штучки не знаю вот сказал что он не знала что мне понравилось вот такое активе еще очень мне нравится вот термостатные йогурты последнее время как вообще вот такие еще йогурт и суперфуд взял и обычные без добавок тоже термостатные я в них варенье добавляю свой вот этот вот клетчатку сенегальской акации варенье и вообще обалдеть как так дальше рис гигант вот такой взял батон у меня здесь и овощи фрукты немножко лимончики три штучки вот такие взял дальше помидоры вот такие три огурчика опять же те которые на развес он опять мне сказал они все наташ мягкие жуткие вообще так здесь у меня яблочки гольстер вот груши конференц и клементины у меня муж любит клементины но они реально кстати да вкуснее чем мандарины тут на полу у меня еще лук и картофель в есть немножко у меня бытовой химии кондиционер попросил у него взять это он себе купил шампунь вот ну не знаю купила я ему шампунь вот тот который виши говорит нравится но зачем-то взяла еще в общем ладно пусть будет так ополаскиватель лесной бальзам дезодорант себе взял салфетки обожаю вот эти лентовские салфетки вот с этой крышкой надолго хватает не высыхают классные еще взял себе нет не себе сыну моему старшему вот такие наушники а может и себе и давайте сразу покажу вам чек кому интересно чек небольшой вот вот бальзам вот этот морозов который очень всем понравился 389 рублей получается стоит это вот этот вот но очень вкусно и увидите обязательно возьмите даже вот на подарок кому-то вот и сумма составила 5 826 скидка 1539 так что вот такая вот покупочка была что вот я пожарила рыбку три кусочка всего нам сможет хватит вот это я коту оставил а вот этого деткам пожарила просто яичко панировочные сухари в так мисочку сложила сейчас будем ужин ну что всех накормила что называется могу быть свободна конечно еще надо приборкой заняться но я уже чё-то не могу на сегодня но смотрите тушь не осыпалась не отпечаталась сушить она мне нравится единственно они мне кажется немножко жидковата потому что некоторые реснички она подсклеила но очень посмотрим буду пользоваться дальше потом скажу понравилось или нет вот но я на сегодня буду с вами прощаться честно веду себе чаёчек пойду полежу а то что к вечеру опять меня под накрыла надо будет еще антивирусная выпить потому что что-то вообще это чувствую что не очень вот у меня кстати есть такая проблема я чуть себя хорошо почувствовала все сразу куда-то бежать ломить что-то делать и так далее в общем вот так вот так что мы буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео оно было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую до новых встреч